всем добрый день я рад вас приветствовать в эфире передачи у шагбаев live в нашей коллаборации с телеканалом атомикен бизнес сегодня у нас гостях александр Александрович аузан декан экономического факультета имгу имени ломоносова добрый день александр спасибо большое что нашли время прийти в эфир нашей передачи и телеканала и безусловно наверное мы сегодня говорим а поговорим об не унисональных категориях таких как новый общественный договор об эффекте колеи об узком коридоре и так далее ну в первую очередь я хотел бы от себя представить александр александровича как я сказал бы ну выдающегося наверное экономиста и ваша ключевая заслуга за которую мы вам искренне благодарны в том что вы развили и популяризировали в русскоязычном пространстве на постсоветском пространстве категориальный аппарат не унисональной экономической теории и на этой неделе у нас такой праздник на улице экономистов не унисоналистов к нам приезжаясь в том числе джеймс робинсон выступать на форуме и мы будем говорить опять-таки об категориях узкого коридора и почему одни страны богатые другие бедные ну александр александр наверно в 2022 году проходят такие события которые точно удивляют наверняка всех экономистов если мы говорим об эффекте колеи которому нас учит эта теория о том что все попытки перехода от низкой траектории развития к высокой они зачастую как правило заканчиваются неудачей по всему того что есть так называемый path dependence problem вот то что сейчас происходит в мире в россии насколько может быть объяснено с помощью этих категорий статистически он был открыт начале 90-х годов британским статистикам ангусом медисоном потому что до этого существовало философское историческое понимание ловушек которые происходят в ходе развития но экономисты это увидели на статистике за 180 это незаметно все страны движутся либо по траектории а с достаточно быстрым долгосрочным ростом хотя в течение года этот рост может быть невысоким но зато падение либо по траектории б там тоже есть развитие и на этой траектории находится абсолютное большинство стран на траектории а их примерно 35 как вы догадываетесь почти 170 на траектории б и конечно хочется с одной траектории переехать на другую но вот тут и выяснилось что действует такой эффект который я по-русски предложил 15 лет назад называть эффект рипа dependence problem это в мировой литературе потому что дорога по которой вы едете вы замечаете что там колея когда вы пытаетесь из него выиграть тогда вот становится неприятно не исторически это ощущается как скачок как будто бьете потолком о какой-то предел и начинаете снова спасать надо сказать что эта проблема имеет решение мы знаем что япония после очень трудных и разнообразных попыток за сто примерно лет совершенных решила проблемой и перебралась на высокой территории южная корея гонконг сингапур тайвань возможно сейчас это делает большой китай есть страны которые неоднократно пытались сделать например испания россия аргентина но я бы не сказал что эта проблема названных странах решена если возвращаться к 22 года вы знаете в принципе как из каких фаз состоит движение стран которые пытаются перейти с низкой траектории на высоту это застой инерция следование вот этой низкой траектории и это два варианта попытки перехода на другую либо трансформация перестройка института всерьез но она чревата угрозами потери государства например либо мобилизация да мы понимаем что петр первый именно таким скачком вытащил россию на уровень мировой державы но мобилизация здесь границей всегда является сверх усилия населения 10 процентов населения были потеряны россии благодаря тому что были достигнуты результаты петровских преобразований при сталинской модернизации в ссср было примерно то же самое поэтому перестали проводить переписи населения происходит подрыв человеческого ресурса человеческого капитала и страна в этом случае начинает термозить и на ползать ну что происходит сейчас уже не застой это мобилизация это движение путем мобилизации оно будет иметь определенные результаты но и ограничения мы тоже уже осознаем потому что россия потеряла за эти семь месяцев до миллиона человек покинувших страну и это высококвалифицированные люди для казахстана это не секрет некоторых часть находится в республике казахстан и с моей точки зрения это серьезно ограничивает возможности достижения в условиях мобилизации как впрочем бывало и в мобилизации если говорить в категориях общественного договора обмена ожиданиями как он ранее формулировался и в каком он сейчас находится состоянии как можно сформулировать с моей точки зрения мы на протяжении последних 20 лет в россии об этом неоднократно говорил переживали две модели общественного договора в наиболее успешные нулевые годы при высоком росте от 6 до 8 процентов в год это фактически был обмен такого развития общества потребления развития семейного хозяйства роста доходов который позволил ездить отдыхать за границу покупать машины учить детей за деньги и так далее и так далее обмен на лояльность когда люди были готовы смотреть сквозь пальцы как власть моделирует парламент допускает не допускает оппозицию потому что благосостояние при этом росло непрерывно такое в россии было до 2011 года потом возник кризис такой распад первого брака а с 2014 возникло другое основание общественного договора это статусное основание потому что реальные располагаемые доходы стали падать с 2014 года поддержка власти выросла ввиду того что фактически власть предложила такую нематериальную ценность чувство принадлежности к супердержанию это действовало до пенсионной реформы потом опять произошел такой кризис который бывает и в браке людей вот в отношениях между властью и населением такое тоже случается и фактически то что происходит в 22 очень похоже на геополитический контракт видите как он существовал с 14 года когда реальные располагаемые доходы падают а поддержка стоит достаточно высоко хотя я бы сказал социальный контракт он никогда не бывает ну или редко по крайней мере бывает таким всеобщим когда все группы в него включены безусловно в россии ситуация более сложная чем скажем описание вот этой основной характеристики но прочные соотношения сейчас на мой взгляд стоит именно на таком ценностном объеме ну и как вы сказали свыше миллиона человек я так понимаю не согласились с этим новой конфигурации общественного договора и решили временно как минимум сменить место жительства как национальный экономист напоминаю что айсберг он существует и над водой и под водой подводная часть институтов это культура это то что мы называем культурой а мы в узком смысле национальный экономист называем неформальными институтами так вот в россии в принципе два полюса экономической культуры два типа неформальных институтов это показали наши полевые исследования которые мы проводили в течение пяти лет центра политических разработок когда его алексей кодерин возглавлялся российской венчурной компанией потому что это важно для эволюционной деятельности прежде всего коллеги по экономическому факультету и институту национальных проектов полевые исследования показали что в россии есть две страны и россии и к россии индивидуалистическая россия мегаполисов урала сибири дальнего востока и коллективистская россия остальных регионов я бы сказал что конечно спрос на институты которые предъявляют эти две россии разный потому что и россия хочет свободы предпринимательства демократизации модернизации к россия хочет государственной поддержки социальной справедливости солидарности и оба сигнала обращены к власти и реакция на то что происходит в 22 году она тоже не одинаково поэтому россия неоднозначно относится я скажу и что внутри и россии все непросто потому что скажем понятно что есть те кто не только остался в российской экономике но выиграл от этой ситуации ушли иностранные фирмы идет раздел их рынков уехали некоторые начальники и специалисты идут карьеры работают социальные лифты поэтому мир как обычно сложен но в целом я считаю что работает геополитический контракт и работает вот это противоречие двух типов экономической культуры в россии каждый из которых вообще-то его может быть двигателем будущего потому что модернизация на западе была построена через индивидуализм а модернизация восточно-азиатская на основе коллективистской культуры мы имеем оба двигателя для модернизации но эти двигатели сейчас не встроены в один самолет они скорее действуют друг против друга и мы в этом смысле остаемся на земле а не взлетаем александр танч вот вышла недавно ваша книга культурные коды экономики и публичный курс лекции я пользуюсь случаем всем рекомендую внимательно послушать это невероятно интересно и очевидно что наверное культурные особенности как вы говорите неформальные институты во многом определяют и это так называемый эффект клеи и определяют модель экономического развития с другой стороны звучит как культура в корпоративном секторе всегда говорят культура есть стратегию на завтрак что культура это приговор и она является определенным ограничителем наверное для развития можно попробовать выстроить свою модель развития на своей культуре но не у всех это получается можно ли модифицировать культурный код как много это время занимает и не считаете ли вы что сейчас это легче сделать в связи с появлением социальных сетей интернета и вот такой а глава информационной глобализации модернизировать культурный код можно тут позаимствовать у кого-то что-то практически невозможно можно находить оригинальные причем бывают и неудачные попытки потому что вот чего нельзя делать это как бы сказать ломать себя через коленку терять идентичность потому что япония она пыталась вначале продвинуться к экономическому процветанию путем превращения я бы сказал японцев англичан ношение цилиндров чтение джона лобка и так далее и так далее это дало эффект только в виде культурного психологического кризиса все-таки модернизация проводится по-другому должны строиться сложные ступенчатые институты об этом прекрасно писал один из наших лучших институциональных экономистов академик полкирович об этом дэнни роды писал и не в китае писал и так далее и так далее поэтому да модернизации можно сделать теперь возвращаясь к вашему вопросу про цифровые системы очень хороший вопрос потому что с моей точки зрения цифровые экономические системы это принципиально новые институты их нельзя однозначно отнести формально и неформально скажу почему потому что национальные экономисты ведь как различают формально и неформально если правило соблюдается угрозой применение насилия со стороны специально обученных людей много инспекторов полицейских тюремщик и так далее это формально не обязательно применение насилия угрозой применение насилия если правило соблюдается воздействием общественного мнения референтного круга люди вокруг вас считают что так надо действовать это не формально но с цифровыми системами все сложнее потому что там возник новый механизм поддержки это технологии искусственного интеллекта там возник принципиально новый уровень доверия во всех шеринговых системах в тех странах которые мы исследовали а мы и европу исследовали по косвенным данным мы проводили прямые полевые исследования в россии доверие участников принципиально выше чем для пределами платформы это означает что они будут втягивать в себя экономическую активность количество транзакций будет нарастать и в этом смысле там конечно уже происходит некоторые культурные изменения потому что доверие есть самый сильный фактор который воздействует на экономику я считаю что это одно из открытий о котором я пишу в книге культурные коды экономики и которое было совершено двумя французскими учеными 12 лет назад жаном алданом и пьером каю которые с помощью очень тонкого сложного математического аппарата это доказали чистый эффект культуры воздействия на рост экономический рост и таким сильным фактором оказался им доверие я вам скажу что тогда шли споры российских макроэкономистов можно ли полтора раза поднять производительность российской экономики валопродукт на то что в макроэкономисты дружно говорили нет невозможно я сказал коллеги полтора раза невозможно в 1 из 7 возможно потому что именно исследования алдана и каю показали что если бы в россии уровень доверия то есть положительный ответ на вопрос можно ли доверять большинству людей вот такой как в швеции в россии сейчас 25 процентов положительный ответ на вопрос а в швеции было 63 процента то валовый продукт в россии был бы на 69 процентов больше по расчету алга на каю в чехии на 40 процентов германии на 7 в англии на 5 процентов но к вопросу о том возвращаясь будущему вот моей страны я то считаю что если мы не найдем способ соединить вот эти две культуры каждая из которых продуктивные россии кара россии то мы не сможем реализовать может быть единственный оставшийся у нас ресурс роста потому что технологии обрезаны санкциями человеческий капитал понес ущерб он восстановится но на это нужно лет 10 он очень хорошо и регенерирует в россии несмотря на правильные неправильные образовательные политики изменения каждый раз он не растает я это наблюдал и надеюсь буду наблюдать ближайшие действия но это на это сейчас опираться невозможно надо решить проблему вот этого скачка в доверии и на мой взгляд это потребует реформ это потребует федерализации реальной начало потенциал надо выявить это потребует ставки на глумерации потому что именно вот эта гравитация регионов взаимной миграции они сращивают две разные культуры могут это сделать но это я говорю о россии хотя на самом деле разумеется те коды или по-другому сказать экономические законы воздействия культуры неформальных институтов на экономику и спроса на формальные институты они конечно универсальны я попробовал выделить четыре таких варианта воздействия об одном из них я вам сейчас коротко рассказал например россия чуть-чуть еще переспрошу правильно ли понимаю что вы согласны с гипотезой что цифровые платформы социальные сети делают возможность влияния на культурные коды на неформальные институты гораздо более широкими и быстрыми конечно потому что если доверие там принципиально выше это уже изменение культуры причем такое изменение культуры который будет давать большие экономические доверие сейчас всюду будет расти где работают шерендовые экономические системы влечет ли это расширение разрывов ценностных разрывов между поколениями и да и нет потому что обратите внимание пандемия сурового учителя она заставила старшие поколения в условиях карантинов научиться многим электронным штучкам цифровая грамотность очень скакнула за двадцатый двадцать первый год поэтому разрывы конечно существует но мне кажется до двадцатого года они были тяжелее александр Александр Александрович вы очень интересно сказали про категоризацию населения россии россия и россия окей в прошлом году в преддверии как раз январских событий вы принимали участие в исследовании ценности казахстанского общества и вы выделили три казахстана модернистский это около 30 процентов населения постсоветские около 40 процентов населения и традиционный казахстан около 30 процентов населения а вот какие общие специфические социокультурные особенности установки казахстанское общество вы можете дать каждому из вот трех выделенных вами категорий я во-первых напомню что талаб тоже принимал участие в исследовании и томикен выступал качестве заказчика такого исследования я очень благодарен тому что это произошло потому что социокультурные исследования при том что они в разных странах ведутся уже 30 лет материала резко не хватает это сильно продвигает нас в понимании того что происходит вокруг а трех казахстана я во первых хотел бы сказать что зачем мы выделяли эти кластеры мы не знаем сколько будет их получился лет наверное 10-12 назад географ и регионаток не только россии и того что в казахстанских регионах происходит выдвинул свою модель 4 россии она показала что россия фактически состоит из четырех таких разных кластеров кстати это близко к тому что я говорил и к россии потому что скажем мне кажется нам не хватает диалога между мегаполисами и промышленными городами городами с населением от двухсот до шестисот тысяч человек с достаточно образованным населением нередко моногородами тут есть сходство из казахстана в казахстане мы же не можем посчитать ожидания каждого отдельного человека мы должны как-то агрегировать с другой стороны мы обязаны видеть различие иначе мы предложим все никому это должно быть адресные предложения обмена ожидания агрегирование дало результат который вы уже назвали что существует три кластера модернистский казахстан это прежде всего конечно ваши мегаполисы ваша агломерация это стана и алматы колпаки браделя я бы так жестко не отзывался колпаки браделя это термин введенный фирменом брадель чтобы сказать что новых не будет целых так вот модернистский казахстан чем хочет он хочет справедливости на справедливости политически он хочет участие принять решение постсоветский казахстан тот который вообще говоря 40 процентов казахского населения это там средние малые города но русского и казахского населения он хочет государственной поддержки он хочет социального участия и так далее и так далее он хочет социальной справедливости наконец традиционный казахстан это конечно в основном села это значительной степени юг потому что регионы мы тоже можем эту раскладку показать и представить ему не хватает экономической справедливости доступа к работе и возможности предпринимательства так вот я не случайно говорил в общих характеристиках по нашим методикам там по хавстеда по инглхарту потому что вряд ли это интересно большому колесу ваши слушатели я говорил о результате я сказал что у нас есть общий знаменатель казахстан предъявил справедливость в различных видах и я думаю что идея второй республики которая реализуется в нынешней трансформации казахстана это ответ на такой запрос как раз предвыборная программа президента в кондитаты президента республики еказ손 — Россия указан называлась справедливый казахстан для всех и для каждого. то есть получается если все три категории предъявили запрос на справедливость но каждый в своем определенном понимании соответственно название по моему неожиданно очень точно отвечает на это запрос для всех и для каждого справедливость. Ну, я бы сказал вам, как избирателям, это должно быть виднее. Я внешний комментатор, поэтому я бы скорее сказал о более конкретных вещах, которые из этого следуют. Потому что за запросом на справедливость стоят две реальные проблемы. По всем трем Казахстанам. Цены и коррупция. Дальше идут еще здравоохранение, социальное обеспечение, но цены и коррупция, высокие цены, рост цены и распространение коррупции, это то, что является, я бы сказал, национальным требованием. И это очень непростое задание власти с точки зрения экономической политики. Я бы хотел тут пару слов прокомментировать, потому что, понимаете, вот цены. У правительства нередко первая реакция на то, что население жалуется на рост цены, а давайте мы их затормозим. Скажем, вот не поднимать цены, не все. Я как председатель наблюдательного органа нашего Министерства экономического развития, общественного совета, все время резко выступал против идеи сдержать цены путем соглашения. Потому что, вы знаете, это дает очень сильные побочные последствия, выжигает малый и средний бизнес. Фактически здесь нужно другое. Понятно, что болезненные вещи. Это галлопирующие цены, но нужно другое. Адресная социальная помощь. В конце концов, это не продовольственные карточки. Это, может быть, дисконтная карта в магазине, работающая с цифровыми технологиями и малоотличимая от тех кредитных карт, которыми стоят, не стоят в Казахстане. То же самое борьба с коррупцией. Требует ли борьба с коррупцией применения закона, ареста, конфискации? Да. Можно ли таким путем вылечить коррупцию? Нет. Потому что коррупция ликвидируется не хирургическим путем, а терапией. Ведь что такое коррупция? Коррупция – это приватизация ренты. Это перехват в свой карман того рентного потока, который существует в стране. И это доход элит, который может наносить тяжелый ущерб стране. Знаете, воровать можно на входе, в процессе и на выходе с убытком. Вообще, самое страшное в этом смысле воровство на входе, потому что оно просто останавливает. Но если вы хотите решить проблему коррупции всерьез, то надо набраться терпения и понять, что это перестройка отношений элит. Потому что вы не можете, элиты, лишить стимулов. Но вы должны стимулы обеспечить, которые основаны на достижении прибыли, чтобы не воровались убытно. На том, чтобы хотели развития. Но я вам скажу, что в мировой практике же разные используются. Скажем, в западных странах обычная схема. Человек послужил в госаппарате, но он знает, что он после госаппарата станет вице-президентом и, по крайней мере, членом Совета директоров большой компании и будет получать высокий доход. Потом, может быть, вернется снова на постартность. В Южной Корее это параллельно. В Китае в работе чиновников с малым бизнесом чиновник может получать доходы в зависимости от того, сколько объятий он поднял. При его поддержке образовались новые предпринимательские структуры. Свою схему надо искать. Тут не так легко это сделать, но я бы сказал, что решение проблемы социальной справедливости – это такое социальное моделирование. В одном случае адресные помощи, в другом случае нового пахта элит и отношений внутри элиты. Это очень интересный тезис, что это терапия. И, насколько я понимаю, по сути, нужно понимать, что это неизбежно сопутствующее явление. Вопрос в том, как это хроническая болезнь, в какой страту она проявляется и какой ущерб она наносит. И каков образ жизни должен быть, наверное. Я даже более странно скажу, есть редкие случаи, когда коррупция имеет положительные экономические эффекты. При плохих институтах, а что такое плохой институт? Это значит, что для того, чтобы совершить какие-то транзакции, какие-то экономические действия, перед вами ставят такие препятствия. Вы сталкиваетесь с таким высоким количеством транзакционных институтов, что хорошо, если можно заплатить и обойти этот барьер. Вот это так называемая коррупция, как смазка. При плохих институтах коррупция может иметь положительное экономическое значение. Но она все равно чрезвычайно опасна. Потому что из этой коррупции, как смазки, все равно рано или поздно вырастет коррупция, как захват ваших доходов и бизнесов. Раньше к пехе. Найти источник ренты у тебя. Да-да-да-да-да. И бизнес-капчер. Поэтому терапия, сложная терапия, многосторонняя терапия и такой институциональный моделизм. Вы очень часто еще говорите о другой ловушке, которая неизбежна в нашей начавшейся погоне за справедливостью. О том, что нельзя одновременно максимизировать свободу, справедливость и эффективность. И всегда приходится выбирать. Означает ли, что, соответственно, если мы поставим во главу угла справедливость, мы должны быть готовы пожертвовать и свободами, и эффективностью? Во-первых, я хочу установить авторство. Это 1926 год. Джон Мейнер Кейнс. Называется «Невозможная трилемма». Это Кейнс. Отец макроэкономики доказал, что эти три вещи, они противоречат друг другу. В общем, мы понимаем, что, да, если мы идем на перераспределение, снижаем стимулы к росту, то мы, наверное, потеряем в эффективности. Что если мы переключаем что-то через каналы государственной поддержки, то мы ограничиваем свободу. Но, опять-таки, в конкретной ситуации, да, что если вы говорите, мы идем на север и восток, и запад, вы остаетесь в точке. Вы никогда не идете. Если вы говорите, мы дадим и справедливость, и свободу, и эффективность, вы ничего не дадите. Вы дадите статус-кво. Поэтому я как раз приветствую решимость создателей Второй Республики выработать ясный курс в сторону справедливости. Только давайте подумаем, можно ли это реализовать с минимальным ущербом для экономического развития, а может быть с пользой. Вот, вы знаете, мы обсуждали это с руководителем Международного финансового центра в Астане, потому что, мне кажется, это очень важный институт, уникальный. Может быть, сами казахстанцы недооценивают то, что они имеют институт, который не имеет другие страны Евразии. Такой, выделенный в Конституции режим английского суда, самым более высокого доверия, то есть более качественный институт, более дешевый институт. Он дает, я имел возможность на онлайн-совещании с вашим президентом сказать, что, вы знаете, конечно, МФЦА не дает такой защиты прав собственности, как, например, там, лондонский рынок, но зато он гораздо дешевле. И в этом смысле он может оказаться чрезвычайно привлекательным и для китайского, и для российского, и для узбекского участка. Так вот, мы обсуждали с руководителями МФЦА возможность реализации социальной справедливости через инструменты экономического развития. То есть, не пособие раздать, а раздать людям собственность, провести народную приватизацию. Причем в виде предпочтительного ваучера, а акций. Акции. Бесплатных, правильно же? Бесплатных, я бы сказал, частично бесплатных, потому что полученных совсем бесплатно. Опыт финансовой грамотности мировой показывает, что бесплатные не ценятся. Ну просто вот в январе, я прошу прощения, вы прямо с вашей идеи попали в ту точку, которую наш центр ТАЛАП в январе сразу на эмоциях январских событий выдвинул, о том, что та приватизация ваучерная была несправедливой. Давайте мы придумаем новую и какую-то часть национального богатства раздадим бесплатно, но в неотчуждаемую собственность и попытаемся создать класс собственников. Правильно, совершенно верно, совершенно верно. И насколько я знаю, такого рода предложения и руководство Международного финансового центра в Астане подготовило комплексные, где, понимаете, оплата ведь может быть в разных формах. Она может быть оплатой за счет будущего дохода, она может быть оплатой в виде усилий, которые человек должен совершить. Ну, например, он должен пройти определенный курс финансовой грамотности, потому что получил человек имущество чуть такое, куда это засунуть. Причем, мне кажется, очень важно, чтобы он получил его как тактильно понятное, как ощутимое, чтобы он получил, грубо говоря, в руки мобильный телефон. Да, и там было приложение, и он видел, да, да. Динамика курсов его акций, социальный кошелек, как движутся его налоги, его пособия, его права, и он имеет ощущение, что он получил вещь. Как украинцы говорят, маешь вещь, да. И одновременно вот этот комплекс сложных финансовых инструментов. Конечно, сокращение отчуждаемости лет на 6-10, а желательно довести горизонт планирования до уровня поколения, который дает успешной модернизации, трансформации. И это возможно, если государство будет стимулировать вот эти инвестиции. Это система стимулов. Институт – это стимул. Поэтому я думаю, что есть такие пути развития справедливости, которые связаны с инвестиционным процессом, с экономическим развитием не завтра, а послезавтра. Александр Александрович, очень рад, что мы с вами в этом отношении практически единомышленники. И в завершение я хотел попросить вас, вот мне понравилась ваша фраза, что в отношении будущего нужно думать не сколько про завтра, а про послезавтра. И вот если представить и предположить, что будет не завтра, а послезавтра вот на евразийском пространстве, какие ключевые мегатренды вы видите? Согласны ли вы с тем, что происходит сейчас регионализация, что многополярность неизбежно приведет к усложнению появления альтернативных каких-то контуров торговли, финансов международных и так далее? Вы знаете, я бы попробовал сделать несколько иное, но проверяемое предсказание. Я уже неоднократно говорил, что глобализация – это волнообразный процесс. Там есть отливы, есть прибивы. Там, конечно, регионализация, отлив глобализации, но не первый отлив глобализации. Очень полезно смотреть не на 5-7-10 лет, а на 200-летний, потому что вообще-то мировой рынок существует примерно с середины 19 века, с 1857 года, первый мировой экономический процесс. Первый был даже в 1825, но по-настоящему мировой – в 1857. Так вот, волна несколько раз была пройдена. Высшая точка по показателям движения финансов, торговли была в 1913 году, а не в начале 21 века, как нам казалось. Теперь позвольте прогноз. Я думаю, что в предстоящем 2023 и 2024 году нас ожидает мировая рецессия. Я не могу твердо сказать, начнется она с Запада или с Востока, потому что и Китай, и Европа, и Америка имеют предпосылки для старта мировой рецессии, но я на 90% убежден, что 2023 и 2024 будут годами рецессии. И думаю, что она будет довольно глубокой, потому что фактор энергетического кризиса даст свое. А вот после рецессии, я полагаю, переменятся тренды. От регионализации начнется выход на виток прилива глобализации. Александр Александрович, спасибо вам огромное за ваше время. Очень надеюсь, что у нас наши эфиры, наши дискуссии станут регулярными. Всего доброго.